Тело это отражение не только нашего образа жизни, это в первую очередь отражение нашего к себе же собственного отношения. Причем в зависимости от уровня, то есть конкретный сустав, там допустим каждая группа мышц отвечает за определенные аспекты жизни, скорее отражает их. Поэтому допустим между двумя людьми, что женщинами, что мужчинами, которые казалось бы одинаковые, но одна со второй, с третьей правки уже бегает, а другой вроде бы казалось бы в том же самом состоянии, но вторая, третья правка, четвертая, пятая, ставишь, слетают. В чем дело? А дело вот в чем. Должно меняться психическое состояние и если фоновое состояние благополучия получает каждый в равной степени, то обращается с ним потом, то есть тратит или взращивает, каждый по-своему. И как раз на этот процесс отношение к себе и влияет. Ну, прихожу к примеру. Допустим, проблемы с копчиком, это всегда проблемы с родом, то есть это обида на родственников, обида на базовые условия своей жизни. То есть не сделали этого, не сделали этого родители в первую очередь, ну или те, кто функцию родителей выполнял. Трудность в том, что вряд ли человек это осознает. Мужчина или женщина, опять же, без разницы, это базовые физиологические вещи. Вряд ли осознает, даже осознавая, вряд ли мы себе в этом признаемся, даже если кто-то скажет. Но вместе с тем, как только ты это признаешь себе, что слушай, да, вот действительно что-то как-то вот-вот есть, ситуация начинает меняться. То есть признание снимает уже половину проблем, а потом надо понимать, что мы все рождаемся в тех условиях, в которых рождаемся. То есть это вызов, там, жизненная программа, судьба, называйте как хотите, но это базовые условия игры жизни, в которой мы находимся. И если бы мы все рождались абсолютно одинаково, то что бы мы тогда делали? То есть каждая из этих деревьев родилась в своих собственных условиях. И деревья занимаются тем, что растут. И многие люди занимаются тем, что растут. Но некоторые занимаются тем, что гнутся, потому что, видите ли, не на том месте посадили. Но деревья вряд ли выбирали, где им взрастать. В принципе, люди тоже вряд ли выбирают, где им рождаться. Мы продолжим с примерами. Крестец, это тоже проблемы с родственниками, но это скорее претензии к ним. Потому что обида копчик, это прям обида такая, что вот я не буду ничего делать. Вот из принципа на зло бабушке отморожу уши, то есть повреждение себя, прям стремление повреждать себя, это копчик. Это стремление противоестественное с точки зрения жизни, и поэтому мочеполова диафрагма зажимается, и в копчик идут боли такие, что лучше не описывать. Крестец, это чуть более гибкие. То есть, в принципе, претензии, а почему я вот не с золотой ложкой, не миллионер, и все в таком духе. Ну, правда, почему там мама с папой развелись, еще что-нибудь. То есть, претензии к родственникам, но опять же, жизнь родителей, это жизнь родителей, это не твоя. Понимая это, крестец ставим на место, все, он больше не слетает, потому что нет напряжения вот в ягодичной, вот в этой области, в которой мышцы могут заблокировать его обратно. Они просто мягкие, все, расслабился. Ну, потому что Ж, жизнь, филейная вот эта часть, она отвечает за действия. И, соответственно, либо ты идешь и делаешь, либо ты зажимаешься и дрожишь. Поясница. Поясница в широком смысле это сексуальность, то есть, осознание себя мужчиной или женщиной. Проблемы с поясницей, это проблемы с этим осознанием. Проблемы, как правило, двух типов. То есть, либо я мужик такой, что все вы теперь тут женщины должны мне подчиняться, хотя какого, казалось бы, да? Или наоборот, там, допустим, я мужик, а вроде и не мужик, и вроде как-то и чуть ли не женщиной бы лучше я родился. У женщин то же самое, то есть, какая-то женщина, да я лучше пол сменю, иногда высказывают такие вещи, представляете? Или там, допустим, я такая вся женственная, что все должны штабелями вокруг меня складываться. Ну, в общем, смещение равновесия, что в одну, что в другую сторону, все равно вызывает спазм, все равно вызывает блокировку, потом боль. То есть, любое отклонение все равно к одной и той же проблеме, спазм и боль, блокировка. Дальше, поясничный, значит, грудной переход, вот эта область. То есть, там рядом как раз регуляция печени, поджелудочной. Это способность мобилизироваться и вместе с тем гибкость. То есть, проблемы с переходом, вот с этим, у тех людей, кто считает, что пройти напролом, это самый короткий путь. Что вот лучше эту березу спилить, чем ее обойти. Лучше здесь прокопать тоннель, чем, допустим, подниматься на холм и спускаться с него. Вот такое вот категоричное жесткое восприятие. То есть, вот эта область, она самая такая подвижная, то есть, я вот в основном какие-то вот такие движения делаю, в основном вот в этой области. И если я гибко подхожу к каким-то и психологическим ситуациям тоже, то здесь мягкость, покой, типа, ну, двигаться так двигаться, давай. А если я начинаю на психике напрягаться, то и тело отвечает, потому что тело не делает разницы между психикой и телом. Вообще, разница очень условна. По сути, это единый комплекс, поэтому чего разделять. Напрягся на эмоциях, тут же в теле получил зеркальное отображение. Тело просто готовится к реализации этих самых эмоций. То есть, гибкость и, соответственно, ее отсутствие. Грудной отдел весь, это любовь, но если нижний, это любовь такая, даже как сказать-то, не то, что так должно быть, а скорее любовь такая фоновая. То есть, вот, ну, любовь к пространству, что ли, своему собственному и ко всему, что в нем есть. Или, скажем так, какой-то запас любви заранее к тому, что, с чем вы собираетесь взаимодействовать или не собираетесь. То есть, как настроение. Середина грудной клетки, это напрямую любовь к себе. То есть, даете ли вы себе то, чего заслуживаете, исполняете ли вы свои желания. И самое главное, не то, что, как вы это делаете, а как вы к этому относитесь. Можно, знаете, там, для женщины хочу сумку, пошла, купила. Можно, хочу сумку, полгода хочу сумку, 3 года хочу сумку, потом пошла, купила. И то, и другое реализация. Но первое, вот, пошло и я сделала, а второе, вы сначала пострадали, потом реализовали. Вот все вот ваши вот страдания, они вот все в середине груди. И отраженные для грудного отдела, все это вперед. То есть, соответственно, может отражаться либо в центр, для низа вниз, для верха вверх. Верх грудной клетки, любовь к людям. И тут же уже начинается верхний отдел, это ответственность. То есть, чаще всего это дети. То есть, вот, когда вот ты чувствуешь, что у ребенка вроде надо любить, но любить другого, это значит относиться к нему так, как будет лучше для него, а не так, как он хочет. И поэтому в случае с детьми тут больше всего заморочек. Там дисциплина или потакание, где баланс. А вот я здесь перелюбил, а вот я здесь недонаказал. Или наоборот. Все вот эти колебания, сомнения, это верхний грудной и, соответственно, блокировки в нем. Если вы не можете найти баланс в отношениях с другим человеком. Хотя и партнеры, то есть, мужчина, женщина, там, муж, жена. Они тоже, если вот вы не можете определиться, как вести себя, то, как правило, это верхний грудной отдел. Грудно-шейный переход, то есть, вот эта вот всеми любимая холка. И нижняя часть плечей. То есть, ну вот, середина лопаток, ответственность. Причем ответственность такая, ту, что вы на себя взяли ответственность. Не та, что вам вот именно принадлежит, а ту, что вы на себя взяли. И как правило, проблема в этом месте прям целая холка, такая здоровенная, как горб, растет у тех, кто берет ответственности слишком много. Бывает чего-то мало, бывает чего-то слишком много. Ответственности, как правило, всегда много, и не той. Типичный пример женщины, допустим, тащит на себе взрослых детей, тащит на себе полотдела на работе, хотя может вообще там почти ничего не делать. Детей тоже можно отпустить, она все равно берет вот эту лишнюю, чужую на себя ответственность, берет, берет, берет. и здесь начинается такое, что полный П. Она достигает как будто бы состояния реализованности, а на самом деле она берет чужое, а не свое. Правда, у мужчин тоже встречается, но мужчин реже. Почему-то именно женщины склонны брать лишнюю ответственность. Основание шеи, то есть примерно вот эта вот область, оно очень часто зажимается у тех, кто делает либо слишком много, либо не вовремя. Но, в общем, когда действия вроде бы адекватны, вроде бы с равной ответственностью, даже с любовью, когда действия, они очень затратны для тела, для вас лично. То есть они как бы тяжелые. То есть это восприятие того, что вам кажется, что вы работаете очень много, или мало получаете взамен, или очень много отдаете. Здесь будет спазм, потому что это место готовится, как сказать, этот отдел шеи, опора, в общем, для всех вот этих вот трапециевидных, которые укрепляют плечи, а плечи это руки. То есть вы вот, вы зажимаетесь, потому что думаете, что вы сейчас будете тяжелое подымать. На физическом плане для тех, кто действительно тяжело подымает, кто тягает, штанги и все остальное. После правки они, если не имеют проблем именно с отношениями с собой, в плане там тяжелой работы и платы за нее, они могут спокойно работать, напрягаться, но потом они расслабляются, и у них не возникает повторных блокировок и спазмов. То есть поработали, отдохнули и никаких повреждений для себя. И наоборот, те, кто ничего руками не таскают, но резко дергаются, или там вкладывают больше, или не делают перерывы на движение, даже не допускают мысли, что надо отдохнуть. Вот у них идет хронический напряг, и хронический напряг это блокировка. Так что тело, конечно, действия телом важны, но я говорю про психику. Дальше середина шеи, значит, с заходом наверх, то есть уже в сторону затылка, это ответственность ваша личная за вашу собственную жизнь. То есть, другими словами, вот вам пришла какая-то мысль, и вы понимаете, блин, это перспективно, я мог бы, у меня есть навыки, даже ресурсы какие-то есть, надо новизну как-то реализовывать. Это ответственность за вашу собственную жизнь, берете вы или нет. Если вы взяли, то вы пошли в новизну, а в новизне тело всегда очень напружиненное и очень гибкое, потому что новизна это, ну как на нее реагировать, никто не знает. И тело готовится быть мягким, и гибким, и сильным. А если вы себя зажимаете, в новизну не идете, ответственность не принимаете, то тело сковывается. Типа, ну одно и то же, я все знаю уже, его только станет больше в объеме, но не в качестве, и значит, надо просто быть покрепче. И тело становится крепче, и самая крайняя степень это просто высохнуть и умереть. Поэтому ответственность и новизна для себя лично в своей собственной жизни, вот так вот тесно связан. И верхний, то есть вот этот вот атлант, там первый, второй, шейный позвонок, вся подзатылочная область, это решение вопроса, будете ли вы созидать, или будете ли вы разрушать себя в первую очередь и окружение. Потому что если вы даже разрушаете окружение, вы все равно разрушать хотите себя, или действительно разрушаете себя вот последствия. Трудность в том, что изменения, допустим, после правки, было пара ситуаций. То есть вот мы вроде поставили человека, и он пошел в созидание, и соответственно, с него все хорошо, и тело у него гибко. Но он пообщался с негативщицей, и прежде чем он что-то успел понять, у него здесь как заковало. И он пришел, говорит, слушай, земли не вижу, голова кружится, что вообще произошло, не знаю. Я говорю, ну ты понимаешь, если ты созидатель для себя, для своей жизни в первую очередь, то ты созидатель для пространства вокруг себя, для всех проектов, но тебе не хочется разрушать, тебе хочется созидать. А общаясь с разрушителем, ты либо должен его побеждать, потому что он хочет разрушать себя, значит, и тебя потенциально готов тоже. А ты хочешь созидать. И вы начинаете конфликтовать на психике, на подсознательном уровне, там знаешь, язык жестов и все остальное. И твое тело готовится к схватке, потому что ты должен либо увеличить дистанцию, либо победить, либо твое тело просто готовится, что тебя сейчас будут разрушать. Ты можешь избежать разрушения тем, что ты сам станешь разрушителем. Вообще негативщики очень любят других негативщиков, особенно их делать негативщиками. Ты, говорю, можешь, конечно, подстроиться под это дело, и угроза пропадет, но ты себе свернешь шею, потому что жизнь блокирует негативщиков, нужны Созидатели. И твое тело блокирует самого себя от самоповреждения. Если ты вдруг подумал, что, а может, я тоже вот стану, как она, если ты хотя бы об этом подумал, то пробки вышибло, сработала защита. Он такой лежит на столе, соображает, соображает, соображает. Слушай, говорит, ну, блин, вот на самом деле все так и есть, потому что я сначала заколебался, вроде моя начальница, и вроде она такая негативная, что вроде бы мне вообще с той работы уйти, а я что-то как-то стух. Ну и все, говорит, у меня пошел спазм, а потом я просто себе свернул. Я говорю, вот, так и бывает. Он такой, что делать? Я говорю, ну, что делать, что делать? Ты решай, либо ты Созидатель, и тогда ты начинаешь Созидать дальше, дальше больше, твои возможности растут, ты можешь увольняться с этой работы, если найдешь другую. Он такой, да, я хотел. Я говорю, ну, либо ты будешь с этой негативщицей постоянно на контурах, потому что не любят негативщики Созидателей, абсолютно разные вибрации. Он такой, ну, да, раньше так и было. Либо, говорю, ты становишься просто как она, становишься полностью подчиненным, и вся твоя жизненная сила перетекает туда. Он такой, не, говорит, не хочу, все понял, вообще не вопрос. После правки жизненных сил становится больше. Там много какие факторы работают, даже без специальной раскачки, особенно если не только механически, то есть тупо в значении механически, без понимания, без творчества. Особенно если вы начинаете еще себя раскачивать, то есть интегральные тренировки начинаете применять, там я некоторые в упражнениях уже выкладываю. Начинаете как-то питаться по-другому, то есть больше и больше возможностей. Все это позволяет вам реализовываться на более высоком уровне. Менять работу, выполнять желания, путешествовать. И это же самое становится лакомым куском для тех, кто хочет это все съесть или просто подпитаться. Вас начинает озадачивать левыми делами, вас начинают вам задавать тупые вопросы, у вас начинаются появляться какие-то друзья, знакомые, которые вам в общем-то не нужны. Просто жизненной силы у вас много. На жизненной силы все притягиваются. При хорошем раскладе вы все это осознаете, мы все поставили, вы становитесь достаточно осторожными, общаетесь с кем и с кем хотите, ну или с кем надо, и тратите на себя в первую очередь. И тогда все хорошо. Если вы слишком много потратите на кого-то другого и вам это не вернется, то тело решит, что, ну знаете, это на психическом плане как ранение. То есть вот кровь вытекает, вы понимаете, что прямо сейчас я не умираю, но это же кровь вытекает моя. Раз, и хочется сразу зажать. Вот с энергетикой внимания, с психикой все то же самое, только там работает подкорка. Она чувствует, что слишком много внимания куда-то потекло, это почти как ранение. Заблокировать. И если вы не понимаете просто спазма в определенной области, и на психике вы не понимаете, то просто свернет позвонок и закроет, как с затычкой. У вас целая сфера жизни из-за этого может выпасть, но зато там прекратятся вот такие вот большие расходы. И вместе с тем, допустим, вправили грудной позвонок, и бывают люди, которые чувствительны к своему телу, и они раз так раскрылись, и тут же начинают по-другому к себе относиться. То есть связь, как обычно, двусторонняя, но через осознание проще, потому что тело надо слушать, а очень немногие к этому приучены. Ну, живем мы в таком обществе. Ну, чувствительность желательно, конечно, развивать. Субтитры создавал DimaTorzok